Вот эта дама из Новосибирска, называя себя врачом-инфекционистом, через тикток критикует вакцинацию в ее текущем виде. Вакцинация в том виде, в котором она проводится сейчас, осуществляется ненаучно. В конце октября наш Росздравнадзор наконец-то не выдержал ни раной борьбы с противниками вакцинации. Ну и, конечно, решил действовать старым добрым способом уголовного преследования. Но не стоит забывать про то, что вознаграждение врачей за такую услугу – это получение взятки. А покупая сертификат, взятку даете вы, что тоже является уголовно наказуемым деянием. Привет! Вы на канале Фритак Медиа. Здесь юристы говорят о событиях в стране и в мире, без лишних эмоций и с точки зрения закона. Сегодня в который раз говорим о вакцинации, которая вроде бы добровольная. Вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя. Но в то же время слегка принудительная. Сотрудников, которые не прошли обязательную вакцинацию от коронавируса, можно отстранить от работы. Об этом заявил министр труда Антон Котяков. Государство активно пытается объяснить нам, почему прививаться важно и нужно. В этих условиях крайне важно последовательно снижать риски распространения инфекции. И как уже не один раз говорил, для этого необходимо сформировать так называемый коллективный иммунитет. Самый правильный, цивилизованный способ решить эту задачу. Это, безусловно, об этом говорят специалисты не только в нашей стране, а во всем мире. Это широкая вакцинация. А мы, привыкшие к постоянному обману со стороны государства, но никак не хотим верить в то, что нам бесплатно могут дать что-то полезное, да еще и с добрых побуждений. Как итог, в обществе более популярное антипрививочное настроение. Не особо доверяю, как бы, прививке. Люди умирают от этих прививок, понимаете? Через год все закончится. Уже неоднократно это было. И была испанка была, и был этот, как бы, свиной гриб. Год продержался, и все закончилось. Ну, уже больше года коронавирус. Нет, это все придумано. У меня тетя медик, и поэтому мне она посоветовала лучше не делать. Значит, особо находчивые врачи пытаются заработать на них как известность, так и деньги. Сегодня мы расскажем, за что такие находчивые ребята могут попасть под уголовное преследование. Наше государство привыкло бороться со всем, что ему не нравится силовыми методами. А как можно переубедить по-другому, если тебе не доверяют? Давайте подумаем, кому лично вы доверяете больше всего, когда принимаете решение прививаться или не прививаться? Опросы говорят, что именно врача. Это объяснимо. Только врачи обладают уникальными профессиональными знаниями. Только врач, и желательно врач-иммунолог или врач-инфекционист, может, прочитав состав вакцины, определить, нет ли в нем вредных веществ. Только врач знает, какие испытания должна пройти вакцина, чтобы ее можно было признать безопасной. Соответственно, уровень доверия к врачам, как экспертам, выше. Но и уровень их ответственности при публичных высказываниях должен быть выше. Не все врачи хотят прививаться и выступают за вакцинацию, как герои выпущенного нами летом ролика. Давайте посмотрим на два примера врачей, которые не являются сторонниками вакцинации. Вот эта немецкая медсестра пока сомневается в проверенном характере вакцин. Я подхожу к этому очень осторожно. Я немного опасаюсь, что вещество все еще новое. И можно сказать, что я не уверена на все 100%. Справедливое мнение. Имеет на него право. Но надо ли высказывать его публично, зная, что ты как врач можешь повлиять на мнение других людей? А вот эта дама из Новосибирска, называя себя врачом-инфекционистом, через тикток критикует вакцинацию в ее текущем виде. Вакцинация в том виде, в котором она проводится сейчас, осуществляется ненаучно. Не учитывается иммунный статус человека относительно конкретной инфекции, от которой планируется прививка. Не оценивается эффективность вакцинации после ее проведения. Просто факт введения вакцины приравнивается к прививанию. На мой взгляд, у нее очень нелогичная аргументация для противника вакцинации. Наукой надо заниматься на этапе клинических испытаний, а не после передачи вакцины в промышленное производство. Мы же, в конце концов, не подопытные к ролике. Но ее зритель, который является противником вакцинации, улавливает именно главную мысль. Вакцинация – зло, мое мнение правильное. Его даже врач поддерживает. И, соответственно, такой зритель поделится роликом со всеми вокруг. Мотивы таких высказываний от врачей очень простые. Это не желание спасти вас, зрителей ролика, а желание словить волну хайпа и повысить свою узнаваемость. В конце октября наш Росздравнадзор наконец-то не выдержал неравной борьбы с противниками вакцинации в интернете. Ну и, конечно, решил действовать старым добрым способом уголовного преследования. Управления Росздравнадзора в субъектах должны мониторить распространение информации о вреде вакцинации. Каким образом мониторить, мне пока не очень понятно. Видимо, назначат сотрудника для поиска фейков на Ютубе или, в конце концов, будут собирать слухи по больницам. Преимущественно на женском коллективе много интересного можно услышать. Затем информацию об активных ковид-диссидентах в белых халатах будут сообщать в Следственный комитет. Преследовать будут по сравнительно недавно введенным в Уголовный кодекс статьям 207.1 и 207.2. Это те самые статьи о фейках про коронавирус или распространении ложной информации о том, что меры по борьбе с коронавирусом неэффективны. Ну разве у нас в стране может быть что-то неэффективным? Сама мысль об этом, и тем более донесенная публично, это уже автоматический фейк по замыслу наших законодателей. Вот пример. Еще в мае 2020 года мужчина получил судимость и штраф за распространение в мессенджере информации о том, что пассажиров самолета не обеспечили масками во время перелета в Бангкок-Сахалин. Оказывается, неправда все это. Даже защитными комбинезонами пассажиров обеспечили. Как бы странно это ни звучало. Кто на самом деле прав, кто виноват, разобрать уже, конечно, нельзя. Но мужчина получил штраф. Практика по вопросу применения этих статей к врачам противникам прививек пока не сформировалась. Но давайте проанализируем статью на основании ее официального толкования. Итак, каким признаком должно соответствовать заявление врача, чтобы его автор попал в поле зрения Росздравнадзора, а затем Следственного комитета? Первое. Целью такого, например, видео должен быть просмотр неограниченным кругом лиц. Для этого достаточно, к примеру, разместить обращение врача в личном аккаунте в соцсети. Ведь алгоритмы вполне могут его подхватить и показать не одному миллиону пользователей. Кстати, да, это может быть не только видеообращение, но и рассылка сообщения в мессенджеры или даже распространение листовок. Второе. Автор в своем обращении должен излагать заведомо ложную информацию, осознавать, что он лжет и при этом пытаться подать информацию под видом достоверной. Не будем лишний раз останавливаться на том, что информация о вреде нашей вакцины автоматически будет считаться ложной. А вот под высказыванием «Подать информацию под видом достоверной» обзор судебной практики понимает ссылку на компетентные источники. Кто, если не врач, в глазах зрителей Ютуба является компетентным источником информации о том, что вакцина вредна или не прошла клинические испытания? Вот и в Росздравнадзоре также решили. Вернемся к нашим двум героиням. Первому примеру точно ничего не угрожало бы, даже если бы медсестра была не немецкой, а российской. Девушка просто высказала свои сомнения, причем сама ничего нигде не пыталась распространять, а просто ответила на заданный ей в интервью вопрос. Другое дело, что ее интервью в России просто бы не попало в сюжет новостей. Свободу слова и все такое. Именно поэтому мне пришлось брать немецкую медсестру для наглядного примера того, как врачу можно высказать сомнения и не прослыть ковид-диссидентам. А вот второй пример по всем пунктам подходит для потенциального уголовного преследования. Мадам представилась врачом-инфекционистом, то есть профильным врачом, знающим все о вакцинах и иммунитетах, а значит зрители будут воспринимать ее как компетентный источник. Сообщение к тому же было целенаправленно размещено в соцсети ТикТок для доведения до неограниченного круга лиц. Наказание по статьям 207.1 и 207.2 УК РФ самое разнообразное и зависит от усмотрения суда. Так что теперь врачам надо быть аккуратнее в желании оседлать волну хайпа антипрививочных настроений. Хотя что там у нас со свободой слова? Нелогичнее ли было бы в правовом государстве 21 века, коим Россия точно является хотя бы по конституции, бороться с такими действительно зачастую абсурдными высказываниями не силовыми методами, а повышением уровня доверия к государству? А теперь немного о причинах, из-за которых условный гражданин нашей страны принимает решение сделать прививку. Обычно их две. Первое. Хочу сделать прививку, чтобы не заболеть в тяжелой форме. Это для тех, кто верит официальной позиции врачей. Второе. Хочу сделать прививку, чтобы получить QR-код, то есть пропуск в мир развлечений и неотстранение от работы. Вакцине при этом не доверяю, потому что у нашего государства исторический бесплатный сыр только в мышеловке. Нет доверия пока полного. И вдруг какую-то заразу в себя пускать. Нет, я против. Какой мне смысл делать прививку, ну, если я так и так заболею, если что? Сложно доверять даже в теперешней ситуации. Профильные врачи говорят одно. Но пока никто не знает. Одну дозу, две дозы переболевки надо делать. Когда делать? Через полгода, через год и через полтора. И когда делать критерии по оценке? При наличии анкел или без анкел? Многосорганы хотят перестраховаться и озвучивают другое. Сертификаты о вакцинации сначала выдают на год, потом уже на полгода, а недавно чуть не поменяли в полете сроки ранее выданных сертификатов на госуслугах. Ну, похоже, одумались. У любого здравомыслящего человека тут же возникает вопрос. Ребят, а вы точно до конца изучили свойства того, что хотите вводить людям в организм? Мы точно можем на вас положиться. А теперь внимание, как на этих сомнениях люди научились делать бизнес. Поликлиники, в которых делают прививки, передают сведения о вакцинированных в Минздрав. Расскажу для тех, кто еще не проходил процедуру, как осуществляется вакцинация и кто при ней присутствует. На первом этапе вы заполняете и подписываете добровольно информированное согласие на медицинское вмешательство, отмечая по списку наличие или отсутствие у вас противопоказаний. То есть, грубо говоря, берете всю ответственность на себя. Ответственность за последствия от прививки. Этот процесс курирует одна медсестра. На втором этапе вы подходите к доктору, который сидит за компьютером с открытым реестром вакцинированных. Доктор задает формальные вопросы из серии, какой вакциной хотите привиться и нет ли у вас хронических заболеваний. После вы идете за ширму к второй медсестре, где вам делают укол в правую или левую руку по вашему выбору. Доктор в это время вносит данные о сделанной вам прививке в реестр. То есть, весь процесс курирует 2-3 человека. Более того, именно от доктора, имеющего доступ к передаче данных в Минздрав, зависит, передадут информацию именно о вас в реестр вакцинированных и появится ли заветный QR-код в вашем личном кабинете на госуслугах. Врачи сообразили, что если в их руки передано власть выдавать такие желанные документы, то почему бы немного на этом не подзаработать? Ведь за деньги можно передавать в реестр любую информацию, а лишние дозы вакцины просто незаметно утилизировать. Причем наши бизнесмены в белых халатах настолько бесстрашны, что виртуальные прививки проводят даже без явки потенциальных вакцинированных. А вот и греческие коллеги оказались не такими смелыми и не делали документы без явки. Они брали с антипрививочников 400 евро за то, чтобы ввести им физраствор вместо вакцины. Но иногда все равно кололи вакцину Pfizer из-за боязни потерять работу. Вот такой вот двойной обман. В России, кстати, цены на поддельный сертификат более скромные. Называют разные суммы, но все они колеблются в пределах 15 тысяч рублей. Значит, предложения на нашем рынке поддельных сертификатов гораздо больше, чем на греческом. А теперь о самом интересном. Уголовные дела против врачей с бизнес-жилкой возбуждают уже повсеместно. Преимущественно по части 1 статьи 327 УК за подделку официальных документов. Но не стоит забывать про то, что вознаграждение врачей за такую услугу – это получение взятки. А покупая сертификат, взятку даете вы, что тоже является уголовно наказуемым деянием. Риски несут обе стороны. Как врач-бизнесмен, так и пациент-противник вакцинации. Так стоит ли оно того, или будучи противником вакцинации, надо оставаться им до конца, а не становиться ее сторонником на бумаге. Спасибо за внимание и оставайтесь с нами.